Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Родер 120 Гигабайт, и это видео у меня даже не планировалось, если честно. Но тут внезапно вышла демка Resident Evil 4 ремейк под названием Chainsaw Demo, и я просто не мог не осветить это на своем канале. Этот ремейк лично я очень жду в данный момент, я быстрее скорее пытаюсь пройти четвертую часть Resident Evil оригинал, чтобы было с чем сравнивать. И в целом серию Resident Evil я очень люблю, мне очень нравились ремейки второй части, ну третья так покатит. Четвертую очень жду, надеюсь, что это будет ремейк уровня второй части. И вот сегодня мы вместе посмотрим на первые минуты геймплея, сделаем какие-то выводы, посмотрим попадает ли игра в атмосферу оригинала. Ну и просто я поделюсь своими впечатлениями вместе с вами, погнали. Вот и оно, собственно говоря, вообще я так давно не делал летсплеев подобных, если честно. В игре, кстати, присутствует полная русская озвучка, что внезапно и очень приятно, хотя я понимаю, что в будущем, наверное, нам ее ждать не стоит, но игра разрабатывается давно, видимо дубляж был готов заранее. До всяких вот этих залупных событий, если вы понимаете о чем я. Графические настройки, на которых я играю, чтобы вы видели, вот здесь практически все я выкрутил на максимум, единственное, что вот здесь вот я не стал выше 6 гигабайт ставить качество текстур, потому что там уже красненьким загорается. Слишком много памяти видеокарты занято, поэтому, в общем, пусть будет 6 гигабайт, все остальное на максималках, все, что смог найти, все включил на максимум. Единственное, что выключил размытие движения, потому что оно меня раздражает. Давайте начинать, новая игра, погнали. 30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ну, а здесь у нас отрывочки из ремейка второй части. Из-за биооружия, созданного Амбрадой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Блин, ремейк второй части был такой классный, надеюсь, это будет не хуже. Меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. Эту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Ошибающий ли он? Мне нравится, что они делают такие вводные заставочки. И даже новый игрок может понять вообще, что к чему, что происходит, где был Леон и так далее, и так далее. Прошло 6 лет с тех пор, как Леон Скотт Кеннеди пережил инцидент в Ракуан-Сити. Беспрецедентную биологическую катастрофу, которая произошла по вине корпорации Амбрелла. Леон стал спецагентом США, и теперь ему поручено особое задание. Найти пропавшую дочь президента. Поиски привели его в глухую европейскую деревню. Несмотря на все пережитое, Леон не был готов к ужасу и безумию, которые его ожидали. Глава первая. Так, ну вот, собственно, уже геймплей. Выглядит игра, естественно, офигенно. Как я понимаю, это тот же самый движок, что использовался в ремейках второй и третьей части. Выясните, в чем дело. Обязательно. Играю, ребята, на геймпаде, потому что в оригинал я играю на клаве мыши, и управление на геймпаде там просто нереально. А здесь хоть поиграем. Приятно слышать все-таки русскую речь. Неожиданно и приятно. Здесь хочу сразу заметить первый баг, что вместо кнопки X, которая нам здесь показывается, надо нажимать кнопку A. Потому что на X я нажимаю, ничего не происходит. На A я нажимаю вот. Но это ладно, я думаю, что они это к релизу поправят. Либо отображение кнопки поменяют нормально, либо, собственно, самоуправление. Очень сильно напоминает вилоч, конечно, из-за того, что обновленный движок. Но при этом хочу заметить, что играется намного удобнее, чем дополнение Resident Evil Village, которая от третьего лица, да, там просто отвратительно играла. Здесь более-менее, на уровне второй части где-то. Анимации Леона меня немножечко смущают, совсем капельку. Есть кто? Да сто процентов кто-то есть. Я сейчас уже плохо помню начало. Так, тут нет ничего, правильно? Стопэ. Так. Примитивный медальон. Судный день грядет. Получен документ. Документы здесь тоже собираешь, как в оригинале. Меню с этими документами я найти не могу, да. Вот вернуть свой грант, строки обучения, это все не то. Может, попозже будет, конечно. Потому что я пока не понимаю, как в инвентарь, в том числе, зайти. Потому что, ну, атмосфера, атмосфера хорошо, очень хорошо. Я бы сказал, что напоминает по атмосфере Resident Evil Village, но, чтобы вы понимали, Resident Evil Village напоминает по атмосфере четвертую часть. Поэтому, как бы, в общем-то, наверное, все нормально. В атмосферу попадают. Графика прям, ну, свет отлично сделан, посмотрите. Здравствуйте. Вот и первый дядя. А нам нечем его бить-то? Простите, что я без спроса. Бормотание их никуда не делал, слава богу. Такие неспешные катсцены здесь. О-ля, он сразу, короче, с ноги раздает жестко. Понятно. Удар ногой, значит, в игре присутствует, насколько я понимаю. Шею сломал. Ты целикой опасный мужчина. Так, научите меня бить ногой, пожалуйста. Звучит от охотничьего домика. Далее, он плохо делал, это факт. Так, что это у нас здесь? Подожди, подожди, что-то здесь лежит. Что тут полицейская? Национальная полиция. Марио Фернандес Кастания. А это он вообще был или не он, я не понимаю? Или просто где-то здесь мертвый полицейский должен быть? Потому что вот этот челик, если честно, на него не очень похож. Так, ладно, погнали дальше. Надеюсь, сейчас меня все-таки больше покажут элементов геймплея. Здесь классика. Отлично, неплохо. Атмосфера класс, ребят. Все отлично пока. Все красиво. Все неплохо играется. Нет какого-то ощущения, как вот было в Resident Evil Village. Я боялся просто, что это будет. В дополнение, когда выкатили вид от третьего лица. Я думаю, ну все, полная залупа. Там было абсолютно неудобно было играть. Персонаж как-то ощущался очень плохо. А здесь вроде все как нужно. А, вот он полицейский, видимо. Да. Минус. Понял. Что там у тебя? А что ты с ним на английском-то разговариваешь? Да что за херня. А нам пострелять-то в демки дадут? Выберитесь из захочемого домика. Хорошо. А пострелять-то мне дадут достать оружие. Во. Вот. Вовремя я вспомнил. Хочу сразу заметить. Здесь можно ходить и стрелять. Да, я понимаю, что он ходит медленно. Это сделано специально, чтобы не просрать всю напряженность оригинала. Когда у нас с Леон должен был вставать на одном месте и шмалять. Здесь можно хотя бы медленно отходить назад. И на этом уже огромное спасибо. Потому что, ну, крайне странно, когда твой персонаж стоит на месте и не может двинуться. Потому что ему надо стрелять. Вроде полицейский такой хорошо обученный. Я такой дурачок. О, здравствуйте. Ой, блядь. Нужно было все-таки на мышке играть, видимо, да? Здесь на А жмите, ребята. На А, не на Х. Все, минус. А вот и наш инвентарь. Восстановление здоровья, чтобы использовать восстановление здоровья. Пользуя травой, лечебный спрей. Вы можете комбинировать разные травы, чтобы усилить лечебный эффект. Здесь все понятно. Здесь все стандартно. Хорошо. У нас пока только спрей. Насколько я вижу. Вижу первое отличие от оригинала. Не пропадает труп. И из него не валятся патроны. Это была довольно такая важная механика в оригинальной Resident Evil 4. И здесь ее, видимо, из-за того, что надо бы как-то пореалистичнее делать. Они убрали. Я не знаю, где мы будем теперь брать патроны. Потому что основная часть патронов падала именно с трупа. А у меня так-то три патрона. И, если честно, мне бы патроны пригодились очень даже. Потому что, как я понимаю, с трех патронов этого челика я его не завалю. Правильно? Где ты? Еще бы, если бы я стрелять умел, ребята. На геймпаде все-таки стрелять все еще неудобно. Но я предпочитаю играть в игры от третьего лица на геймпаде. Если это, конечно, возможно. Привет. Отлично, минус один патрон. Там еще один чел, кстати, еще. Я все патроны мимо. Так, у меня есть нож. На, удар ножом. Р2. 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 Да это не Р2. Подожди, блядь. На, на, на. Р2. Во-первых, никакой не Р2. Нужно зажать. А, я понял. Он мне выдает... Все, я понял, ребята, в чем проблема. Он мне выдает управление на DualSense, видимо. Да, вот поэтому я и путаюсь. Ну, а зажимаешь верхний курок. На. Минус. И потом просто на атаку нажимаешь, и все работает. Слушай, нож здесь, кстати, мощнее. Плюс, как я заметил, он отражает удары. Может, в оригинале он тоже отражал. Ой, это минус. Нет, я еще жив. Я еще жив. Так, обезоружили мужичка. А как ногой-то бить? Скажите, на. Да ты падаешь уже или что? Изи. Это было не изи. Так, играть сложно. Это хорошо, да? Может быть, просто непривычно. Можно патрончиков. Спасибо за зеленую траву. Давайте сразу ее используем, потому что я покоцанный. Нож у нас изнашивается, как я вижу, да? В оригинале он не изнашивался 100%. Я понимаю, нам придется еще искать ножи. Давай наверх поднимемся, мы, по-моему, там не были. Патрончики, можно, пожалуйста, ребята? Черт, это, кажется, по сюжету пришел. Или нет? Подожди. Возможно, нет. Нет, если тут кассена, то это 100% в сюжет. Я бы хотел вернуться назад и обыскать, потому что у меня нет патронов. Чего я стрелять-то буду по зомбям? Так, а вот и решили. Вот как у нас теперь это тут выглядит, да? Ханнин сексуально, кстати, получилось. Спасибо большое, японские разработчики. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось? Моих спутников. Блин, дайте, пожалуйста, патроны. Ребят, мне нечем стрелять. Как ты туда пошел без патрона, вдруг? Отлично. Просто великолепно. А можно уходить? Не смею задерживать. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Назад дом, как я понимаю, мне уже не вернуться, чтобы обыскать там все, да? И, честно, я бы хотел очень сильно это сделать. И можно патрончиков-то где-то с трупов, раз они не валятся. Где они будут теперь находиться? Где мне их подбирать? Откуда мне их брать-то? У меня ноль патронов, ребята. Опа, она красива, красива. Очень красиво. Очень красивый движок. Великолепный, классный, здоровский. Всегда мне нравилось, как он выглядит. А в 4К на максимальной графике вообще великолепно. Ну, вопрос с патронами меня, если честно, волнует очень сильно. Бочки разбивать надо все еще. Правильно я понимаю, да? И вот они и патроны. Слава тебе, яйца. Спасибо большое. А сколько у меня их? 12 патронов дали? Это, конечно, не густо, учитывая, как я стреляю. Мне бы чуть побольше. Так, сохраненки у нас с вами находятся. Точно так же на машинках печатных. Сейчас я не могу сохраниться. Либо потому что это демка, либо потому что нужна пленка. Я пока так и не понял. Так, патроны будем крафтить. Это новая механика. В оригинале крафтить патрона было нельзя. Только лутать трупов. Надо не забывать про нож. Чтобы не тратить патронов, которых так нет ни хрена. Для тех, кто недавно играл в Resident Evil Village, для них этот ремейк будет напоминать его очень-очень сильно. Лагов, кстати говоря, если говорить про техническое какое-то состояние игры, я пока не замечаю особых. Хотя у меня все на максимуме. Я понимаю, что у меня мощная видеокарта. У меня 40-80. Но на этой 40-80. И Хогварт с Легаси у меня подлагивал, да? Поэтому здесь, наверное, можно говорить, что с оптимизацией все нормально. Хотя требования у игры, там, по-моему, минимальные, это 10-70. Что я первый раз такое вижу. Это, по-моему, довольно высокие. Если вы играли, ребята, в демку, пожалуйста, напишите в комментариях, что вот я играл-то на такой-то карте, и как оно у вас там работает. Нормально, ненормально? Потому что здесь-то мне сложно вам что-то сказать. Я играю в 4К на максималке с трассировкой, но все-таки у меня 40-80, да? Так. Вот что, что можно с тобой ударить? На! Наконец-то! Вот с них все-таки падает какой-то лут. Теперь. Это хорошо, может быть, и патроны будут падать. Добивать надо ногой? Блядь, нет! Вот так вот. А подожди, добивание, добивание у нас... Да твою мать-то! Из-за того, что он мне неправильно показывает управление, я путаюсь! А-а-а! На! Я путаюсь, что мне надо нажимать. Я надеюсь, они потом добавят раскладку для Иксбокса, потому что не все же играют на DualSense-ах, правильно? У меня есть DualSense. Если бы я знал, я бы его и подключил. Так, а я его юзаю только для плойки. А тут, видишь, тут нет раскладки под Иксбокс. Я надеюсь, что пока. Я надеюсь, что потом они ее добавят, а то это бред какой-то. А-а-а! Так, старые добрые капканчики. Заметил первую просадку графики. Кстати говоря, до 54 фпс. Может быть, это прогрузка, хотя игра... Вот. Ох! Ой, блядь, как от тебя уворачиваться-то, друг? На! 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 На, патроны экономлю! Не могу, мало патронов, чел! Я тебя просто затыкаю. Немножко плохо выглядит милишная боевка, если честно. Как по мне. Мне бы хилочку. Пока впечатление положительное. Есть некоторые шероховатости, но общее впечатление хорошее. Так, менять оружие можно спокойно. О! Можно быстро, наконец, менять оружие. Без того, чтобы постоянно, как дурачок, как в оригинале мы с вами делали, открывать инвентарь, да? И... Да хорошо, господи, ладно, ладно. Это я все понимаю, хорошо. Это... 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 Вот это здорово, то, что они добавили быстрый доступ к оружию. Это великолепно просто. Создать смесь трав. Вот она. Вот как это теперь выглядит, да? Объединение. Хорошо. Так, для патронов, мне пока не хватает ингредиентов. Надо еще кое-что найти. Кстати, я лучше, наверное, подлечусь все-таки, а то мне плохо там уже немножечко из моих рук кривых. В любом случае, играть удобнее, чем в оригинал на геймпаде. Может быть, трушные ребята будут на клаве играть. Может, на клаве лучше. Может быть, сам я буду, когда проходить, я все-таки на клаву перейду, потому что... Ну, стрелять с геймпада, как вы видите, я не мастак. Никакой помощи в этом тут тоже нету. Resident Evil Village я, естественно, играл на клавиатуре, потому что там от первого лица. Это игра третьего лица. Я обычно играю на геймпадах. Ну, тут все как и в оригинале. Все, абсолютно полностью игра пока по сюжету. Оригинал повторяет. Мы сможем сейчас зачистить всю эту деревню, потому что здесь такой неплохой заместо был в свое время. Я на нем долго сидел, и это было больно. У нас с вами 19 патронов плюс 1. Он мне пишет, это, видимо, в стволе, да? Что, давайте попробуем их сагрить, чтобы они на меня шли. На, в лицо сюда. Подходите, ребят. Ну что ж, погнали, погнали. Зачистка. Ух, они какие шустрые-то здесь, а? Слушай, в оригинале мне было легче стрелять, чем здесь. А-а-а! А-а-а, блядь! Я же хотел не материться! Я же хотел не материться, чтобы ютуб меня любил! Слушай, ну вот смотри, здесь дилемма, да? Я попадаю им в голову, я могу подойти и ударить. Вот так вот. Но их слишком много. Они же меня... Они же меня заколят нахер! А патронов-то на всех, наверное, не хватит сейчас. А-а-а! На тебе! В лицо падай, 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 падай! А-а-а! А-а-а! Ударить! Добить можно? Там патроны были. Возьми, возьми патроны. И Акашу, не коси по ним! Тебе и так плохо дело с тобой! Так их стало поменьше, можно подбегать их... Немножечко с ноги укладывать. Песеты мне дали. Спасибо за песеты! Тихо! Нет! Чёрт! Патроны! Не бейте меня! И так плохо! Иди, отойди назад, Леон, отойди назад! Напряжение осталось. Несмотря на то, что наш главный герой научился ходить. На! На, блядь! Падайте, падайте, падайте! Они бесконечные, что ли? Господи, боже мой! Так, это минус сразу, это минус. Отойди! Нет! Основодился! Мало жизни у меня осталось! Я не хочу умирать! У меня мало патронов, пацаны. Их слишком много здесь. Ещё... Что это? Что происходит? Нет! Ну, куда вы сразу на старте-то? У меня нет ничего! Как я с вами сражаться буду, блядь? Отлично! Просто великолепно! Отличные новости! Здравствуй, друг! Слушайте, а можно мне как-то... Использовать? Так, очень плохо. Взять, надеть! Я хочу взять, надеть! Так, ударить! Ударить! Блядь! Они лезут и лезут! А тут этот челик! Нет тут этого челика, кстати! Всё нормально! Так, подожди! Перезаряди! Быстро, быстро, быстро! Леон! Бабка, успокойся! Да, блядь! Да как же мне с вами тут всеми-то совладать с такой толпой? Бабка, отъебись! А! Вы издеваетесь! Вот! Я согласен полностью! Это специально сделано, чтобы меня здесь завалили или шо в демке, чтобы я пройти не мог! Когда вы закончитесь! Ага! Я выжил! А! Фу! Я думал, всё! Я думал, сейчас я в демке! На свой позор! Как на стримах прям! Отъеду! И не вывезу! А! Это было сложно! Слушай! Нормальное напряжение осталось в игре! Великолепно! Это мне нравится! Красиво! Челька с бензопилой я, кстати, так и не увидел! Где он там вышел? Вроде где-то сзади меня и куда-то пропал! Я благодарен тому человеку или не человеку, я не знаю, кто там звонит в колокол! Большое ему спасибо за то, что отвлёк всех этих великолепных людей от меня! Потому что этот замес был действительно жёстким! Прямо как в оригинале, там тоже было жёстко! Я тоже тогда офиговал, правда, я думал, что ну вот я играю в старую игру, там типа старые механики, тяжело играть и всё понятно, да! А тут, оказывается-то, смогли они сохранить это! Напряжение, что так тяжело играть! Вроде всё уже современное, управление современное! Естественно, во всех Resident Evil'ах и в 7-й, и в 8-й, и в ремейках было немножечко неудобно всё-таки стрелять! То есть это было сделано, я думаю, специально как раз, чтобы сохранить! Потому что там такая шутерная составляющая, знаешь, средняя, странная! Что, всё? Конец у нас демки! Правильно я понимаю? Да, демка закончилась, видимо! Что ж, первые впечатления, ребята мои, крайне положительные! Давайте на фуллскрин теперь уж перейдём! Как минимум всё хорошо с графикой, всё хорошо с атмосферой, всё хорошо, в принципе, с механиками! Мне нравится, как они переделали катсцены, да, где вместо у нас теперь вот этих двух говорящих лиц в оригинале, у нас с вами нормальные катсцены полностью сделаны, где Леон разговаривает с Хенниганом! Короче, здорово, отлично, в общем-то, как и ожидал, судя по трейлерам! Также эта демка очень-очень короткая демка, прям кошмар какая короткая, поэтому я рад, что я решил всё-таки видео записать, а не стримить её! Пишите, что вы думаете, ребята! Я очень жду ремейк 24 марта, обязательно играем в него! До этого момента надо успеть пройти оригинал, нам там совсем немножко осталось, так что приходите на стримы по оригиналу! Конечно же, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны, и, в общем-то, вот такое внезапное видео, я, говорю, не планировал его снимать, просто увидел, что демка вышла, ну и надо, наверное, всё-таки как-то осветить это на канале, поэтому вот, держите видосик хотя бы, да! Всё, спасибо большое на Телегу, подпишись, пожалуйста, ссылочка в описании, там много чего интересного в Телеге у нас теперь происходит, это очень важно, плюс Ютуб могут заблокировать любой момент, и тогда мы с вами потеряемся, если вы на Телегу будете не подписаны. А на сегодня это всё, с вами был Марадёр, 120 гигабайт, жёстких всем респектов, йоу!